Можно играть только одной рукой, нельзя топить соперника. Сегодня в Караганде состоялся мастер-класс по водному полу. В период летних каникул карагандинские дети и подростки смогут поучаствовать на тренировочных процессах с участием лучших тренеров, чемпионов и призеров соревнований различного уровня. Данил занимается водным полом второй год. До этого ходил на плавание. Молодой человек также играет и в футбол, но все же бросать мяч на воде у Данила получается лучше. Я занимаюсь второй год. Вообще я хотел пойти на плавание, но посмотрел водное поло и мне понравилось оно. И я решил записаться на водное поло. Да, вот мы участвовали в соревнованиях. В Караганде был первый тур. Мы заняли Караганда первое место. Сейчас в Астане будет проводиться второй тур. Водное поло – это игра с мячом в воде. Много схожего с футболом, только играют руками. Основные правила – это не топить соперника. Играть одной рукой. Двумя можно только вратарям. Показываю детям, как идет разминка перед игрой, как разминается сначала плавательная подготовка, потом ходьба, потом свечами. Потом у нас будет показательная игра. Получается, в этом году показывает мастер-класс 2002-2003 год, который сейчас готовится на чемпионат Казахстана, который пройдет в Астане. Второго июля у нас бы начнется. Но для детей показатель для чего? Чтобы дети посмотрели, кто-то из них осенью придет записываться к нам, чтобы уже видели, куда они идут, зачем они идут, понравится им, не понравится. В городе стартовал традиционный проект для детей – «Лето с чемпионами». В дни летних каникул дети и подростки смогут поучаствовать в тренировочном процессе, чтобы кощине выбрать тот вид спорта, который больше всего понравился. Завтра в школе номер 97 состоится мастер-класс по пауэрлифтингу. Его проведет серебряный призер чемпионата мира Александр Загревский.